Детское радио представляет Вот ведь удивили! С Алексеем Лосенковым Друзья, всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 удивительных невыдуманных историй В том, что они невыдуманные, я абсолютно уверен Ведь их мне прислали вы, наши слушатели И вы же их главные герои Ну что, пора начинать? И первым по нашей доброй традиции рассказываю я Это будет... История первая! Я назвал ее «Секрет рыбака» И главным героем будет мой внук Тима Как вы знаете, он, как и я, любит порыбачить И частенько просит меня сходить с ним на ближайшую речку Посидеть с удочкой Вот как-то пришли мы на берег Расположились и начали рыбачить Я насадил наживку на крючок себе и Тиме Помог ему закинуть маленькую удочку Сидим, ждем А клево нет? Прошло еще какое-то время Клево нет? Тимка удивленно смотрит на меня и спрашивает «Дед, а где рыбка-то? Почему не ловится?» «Не знаю», – Тим, отвечаю я «Ну, так иногда бывает Вот, ну, не клюет рыба, и все» Внук подумал-подумал И вдруг, повеселев, говорит «Дед, я, кажется, знаю, почему рыбка не клюет» «Ну и почему же?» «Да потому что у рыбок-то клюва нету» Если кто-то из вас, услышав мою историю, тут же вспомнил свою И захотел стать участником нашей программы То знайте Мы принимаем истории веселые, удивительные и поучительные А прислать их можно либо к нам на WhatsApp, Viber и Telegram Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь Сообщение, кстати, обязательно начните со слова «Удивили» Либо можно зайти на страничку нашей программы на сайте дети.фм И там оставить свой рассказ Я обязательно все прочитаю И лучшие истории прозвучат в эфире Вот, например, мне очень понравилась история Которую прислали девочка Маруси и ее мама Регина из Нижнего Новгорода Сейчас я вам ее расскажу История вторая Необыкновенное колесо Маруси пять лет И как все дети, она любит иногда пошалить и побаловаться А баловство, как известно, до добра не доводит И вот разбила Маруся любимую мамину чашку Признаться маме не захотела Сделала вид, как будто ничего и не произошло Когда мама нашла чашку, она, естественно, всех домашних спросила Так, кто разбил мою чашку? Но опрос ни к чему не привел Никто не сознался И мама сказала Я, конечно, подозреваю, кто это сделал Но говорить не буду И больше разговора о чашке не было Зато она предложила Маруси сходить в парк погулять Маруся обрадовалась И вот идут они по парку И мама говорит Маруся, мы идем кататься на колесе обозрения Мам, ты знаешь, вдруг испуганно сказала Маруся Это я чашку разбила А почему ты мне сейчас решила в этом признаться? Удивилась мама Ты бы все равно обо всем догадалась Когда бы мы стали на колесе подозрения кататься Авторы следующей истории живут в Екатеринбурге Это мама и дочка Анастасия и Алина История третья Я назвал ее Балет – это красиво Мама у Алины очень любит балет Ведь в прошлом она была балериной Поэтому и четырехлетней Алине она хочет привить любовь к классическому танцу И вот показывают по телевизору балет «Лебединое озеро» Мама усадила Алину к себе на коленки И они вместе стали смотреть И тут начался танец маленьких лебедей Помните, четыре балерины встают в ряд Сплетают руки И держа спины прямо Начинают выполнять всякие хитрые фигуры ногами Алина смотрела очень внимательно А потом и говорит Мамочка, мне очень нравится Особенно, как эти тети Так смешно забором танцуют История четвертая Угол зрения Ну, конечно же, все дети любят играть в игрушки А убирать их не очень любят Вот и девочка Тина Раскидает игрушки по всей комнате А убирать и не собирается Сидит и наслаждается беспорядком Мама раз зашла в комнату Сказала, Тина, убери все на свои места Тина не думает слушаться Второй раз мама зашла Повторила Тина только головой кивает в ответ И продолжает ничего не делать Когда мама в третий раз зашла в комнату То увидела, что дочка все же поставила Несколько кукол на полку И убрала пару книжек в шкаф На этом остановилась И сидит на полу, довольная собой Улыбается Мама говорит рассерженно Тина, ну сколько это может продолжаться Ну смотри, какой у тебя беспорядок Ой, мамочка, поверь, отвечает Тина Это уже порядок И встав с пола и поставив руки в боки Добавила Ну я, по крайней мере, так себе его представляю За эту историю я говорю спасибо Нашим слушателям из Тамани Дочке Тине и ее маме Нателле Надеюсь, вы не забыли, что с вами Алексей Лысенков И двенадцать невыдуманных, удивительных историй В программе Вот ведь удивили Как вы знаете, своими историями со мной делятся Не только наши слушатели, но и известные люди Вы уже догадались, что в эфире История пятая Звезды удивляют Я всегда рад слышать своего хорошего друга Эдгарда Запашного Знаменитого дрессировщика тигров и львов У него удивительная профессия И наверняка есть немало интересных историй Одно из которых он с нами поделится прямо сейчас Давайте же скорее ему звонить Эдгард, привет Здравствуйте, всем Привет, дорогой Почему никогда не засовывают голову в пасть тигру? Это неправда Нет, я как раз вот Из тех дрессировщиков, которые никогда не засовывали голову в пасть льву Несмотря на то, что у меня львы есть Я свою голову засовывал Засовывал на протяжении всей своей карьеры двум тиграм Сначала это был тигр Мартин Теперь это тигр Рики С оливами, честно говоря, пока не получается Когда ты берешь взрослое животное, тебе придется его укращать Тебе придется ломать его психику Тебе придется ломать его физику Потому что у него уже сформировано мировоззрение Он уже относится ко многим вещам по-своему И он включает какие-то свои привычные для него вещи Он не готов менять правила этой игры А когда ты воспитываешь животного с самого детства То у тебя есть возможность с ним провести больше времени Ты для него сразу становишься родителем Или старшим братом Членом его семьи Он уже воспринимает тебя как неотъемлемую часть собственной жизни Ведь мы же физически крепче своих родителей В определенный момент времени становимся, правильно? Для нас мама и пожилой папа все равно остаются авторитетом И если они говорят, что надо сделать так Мы идем и делаем так Потому что мы любим, уважаем Где-то подсознательно боимся Боимся не физически, а боимся обидеть Боимся оскорбить, боимся расстроить И вот такие вещи, они, конечно, правильно идут через воспитание Через общение с самого детства Поэтому залог, конечно, успеха заключается в том Как можно больше времени ты проведешь с животным Тем больше у тебя шансов найти с ним общий язык А как тигр выражает радость? Он умеет мурлыкать, как кот? Они начинают фыркать Они начинают фыркать Я попробую воспроизвести этот звук Вот так они делают Это хорошее, доброе отношение друг к другу Тем самым они проверяют, как бы спрашивают В каком настроении существо напротив их И не важно, будет ли это тигр или другое существо Он все равно так проверит Если он сам в это время настроен благосклонно Это был знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный И его история Тигры и львы делают важное дело Выступают в цирке смело Вот ведь удивили! С вами Алексей Лысенков И я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями Которые присылаете нам вы, наши слушатели И вашему вниманию История шестая Которую я назвал «Как стать Суперменом» Петя три с половиной годика Как-то его старший брат Женя Решил показать ему фильм про Супермена Петя так увлеченно смотрел И так вдохновился похождениями этого героя Что даже с трудом смог вечером заснуть На следующее утро Петя собирается на прогулку И мама помогает ему одеваться Петя уже полностью одет И вдруг неожиданно заявляет «Мам, я хочу быть похожим на Супермена» «Ну, для этого, — отвечает мама — надо быть смелым, сильным И много заниматься спортом» «Нет, мам, что ты! Нужны только красные трусики и синяя майка» «Я их как надену, и все сразу поймут, что я Супермен» Прислали эту историю баловник Петя, его брат Женя и их мама Дина из Серпухова История седьмая Она называется «На все ли вопросы есть ответы» Лене четыре с половиной годика В этом возрасте дети очень любознательны Им все хочется знать прямо здесь и прямо сейчас Девочка Леночка, конечно же, не исключение Она ходит по пятам то за мамой, то за папой и все время спрашивает «А рыбы без воды жить могут? А на Луне кто-нибудь живет? А почему ветер дует? А почему светит лампочка?» Больше всего вопросов, конечно, из серии «Что увидела, то и спрашивала» И вот заходит как-то Леночка на кухню А там мама собирается что-то готовить на сковороде Взяла из шкафа бутылку оливкового масла И у Леночки сразу вопрос «Мам, а это какое масло?» «Оливковое», — отвечает та «А оно из оливок делается?» — допытывается Леночка «Да» И тут Леночка заметила кусок мыла в упаковке, лежащего на краю раковины «Детское», — прочитала Лена и испуганно спросила «Мам, а детское мыло, оно из чего делается?» За эту историю мы говорим спасибо Маргарите, маме-девочке Леночке из Пскова А за следующую благодарим наших слушателей из Нижнего Новгорода Девочку Карину и ее папу Александра История восьмая Какая хорошая песня Карине шесть лет Она очень долго просила у родителей братика И вот это чудо наконец-то случилось В доме появился маленький очаровательный человечек Карина была так рада, что буквально не отходила от братика Миши И во всем старалась помочь маме А что делают малыши? Ну, они обычно спят, потом просыпаются и начинают плакать Ну и кричать, конечно, потому что хотят есть А когда их мама накормит, они опять сладко засыпают И вот как-то, когда Миша сладко спал Мама с Кариной решили воспользоваться моментом Попить чайку и посмотреть что-нибудь по телевизору Переключая каналы, мама остановилась на какой-то музыкальной программе Там очень худая певица что-то очень громко пела Она даже не пела, а просто громко кричала в микрофон Карина смотрела на нее, смотрела А потом, повернувшись к маме, говорит Мам, а она что, голодная? Это ты почему так решила? Спросила мама Да она ж кричит так же, как наш Мишка Ну, когда есть хочет Вот ведь удивили! Именно так называется программа, которую вы сейчас слушаете на детском радио Это 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей Которые рассказываю я, Алексей Лысенков А еще я рассказываю истории, которые происходили с людьми великими С настоящими историческими личностями Наша следующая рубрика так и называется История девятая История из истории И сегодня я расскажу вам про величайшего певца 20 века Гениального баса Федора Ивановича Шаляпина Бас — это низкий грудной голос Вот даже еще ниже, чем я сейчас говорю Шаляпин, кстати, был первым в Советской России, кто удостоился звания народного артиста Гениальный певец родился в крестьянской семье Когда ему было 9 лет, Шаляпин первый раз в жизни услышал, как поет церковный хор Влюбился в музыку и стал певчим в этом хоре Правда, скоро его отдали ученики к сапожнику и из хора пришлось уйти Но в 16 лет он все-таки поступил на работу в театр На одном из первых спектаклей с Шаляпиным произошел забавный случай Запутавшись в пышном наряде, он рухнул прямо на сцене и зрители громко захохотали Публика никак не могла успокоиться, и спектакль был взорван А еще, когда знаменитый писатель Лев Толстой впервые услышал пение Шаляпина, то сказал «Ужас! Он поет слишком громко!» Ну, а теперь я расскажу, какая удивительная история произошла с этим великим певцом Однажды 15-летний юноша Федя Шаляпин пришел в дирекцию Казанского театра Он просил, чтобы его прослушали и приняли в хор Но то ли он простудился, то ли волновался, ну, в общем, спел он очень плохо И вместо Шаляпина приняли какого-то долговязого 19-летнего парня, который сильно окол Он так и сказал «Хочу в вашем хоре петь, я хорошо пою» Своё первое поражение Шаляпин запомнил на всю жизнь А долговязого конкурента надолго не взлюбил И вот много лет спустя в Нижнем Новгороде Шаляпин познакомился с писателем Максимом Горьким Они очень подружились И как-то Фёдор Иванович рассказал другу эту историю Горький рассмеялся «Дорогой Феденька, а ты знаешь, кто был этот долговязый?» «Кто?» «Я!» «Да не может быть!» «Правда!» — сказал, смеясь Горький и добавил Но меня скоро выгнали Потому что голоса у меня вообще никакого не было И петь я не умею Вот ведь удивили! Друзья, с вами Алексей Лысенков И впереди вас ждут еще три истории Я назвал их «О пользе яблок», «Суп с фрикадельками» И «Секреты роста» История десятая Под названием «О пользе яблок» Прислали ее мама Ирина и ее дочка Стеша из Петрозаводска Стеше пять лет Как-то ее мама купила в магазине очень вкусные яблоки Принесла их домой, помыла и положила в вазочку на столе Стеша берет одно яблоко и просит «Мам, очисти его от шкурки» «Стеша, витаминов же больше в самой шкурке» «Да и вкуснее яблоко со шкуркой» «А вот бабушка мне яблоки всегда чистит» Говорит Стеша «И что, польза-то какая?» Спрашивает мама «Ну как ты не понимаешь, мам» «В очищенных яблочках сразу и любовь, и забота чувствуются» «История одиннадцатая» Она называется «Суп с фрикадельками» А прислали ее девочка Даша и ее папа Илья из Рязани Даши три годика Как-то в выходной мама решила порадовать свою семью И приготовила вкусный суп с фрикадельками Он у мамы получается всегда, ну, очень вкусный Это ее просто коронное блюдо И во время его приготовления по дому витают Такие ароматы, что у всех слюнки текут И вот, наконец, суп готов Мама пригласила домочадцев к столу Налила всем по большой тарелке И Даша налила в ее маленькую тарелочку с забавным медвежонком Даша с большим удовольствием съела несколько ложечек И тут мама говорит «Даша, кушать надо с хлебушком» «Не хочу с хлебушком», — ответила дочка «Не спорь, Даша, надо есть с хлебом» Даша отложила ложку и нахморилась Мама спрашивает «Дашуль, ты чего сидишь, насупилась?» «Нет, мам, это я не насупилась Вон у меня еще пол тарелочки твоего вкуснющего супа осталось Прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ Я напомню, что присылать истории из вашей жизни К нам на детское радио можно в любое время Для этого нужно либо зайти на страничку нашей программы На сайте дети.фм и оставить рассказ там Либо прислать сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь Ноль девять шесть восемь Начать сообщение нужно со слова «Удивили» Ну а теперь Финальная история сегодняшнего выпуска Ее прислали слушатели из города Воронежа Мальчик Вовка и его папа Гоша История двенадцатая Я назвал ее «Секреты роста» Вовке шесть лет и как-то он пришел из садика и сразу спрашивает «Мам, а что нужно сделать, чтобы побыстрее вырасти?» «Ну, нужно хорошо питаться», отвечает мама «Есть побольше белка», он есть в мясе «Витаминов и микроэлементов», а не в овощах и фруктах «О, это долго», говорит Вовка «А побыстрее вырасти нельзя?» «Нет, сынок, нельзя» «А я думаю, что можно» «Вот же, у тебя есть растительное масло» «Вот я его как выпью, так сразу и вырасту» Ну вот и все на сегодня С вами был Алексей Лосенков И двенадцать невыдуманных, удивительных историй в программе Вот ведь удивили Встретимся с вами на детском радио Пока